Здарова, народ! Я уже задолбался записывать ролики на эту тему. Да, это очередной ролик про фильм Майор Гром Чумной Доктор, к сожалению. Я бы хотел... Не знаю, будут ли еще ролики, если какое-то чудо не произойдет, я не запишу. Я бы хотел отдельно, на данный момент, поговорить о пропаганде в данном фильме. То есть я буду выйти в этом ролике с позиции обычного человека, то есть рядового зрителя. Не кинокритика или там человека, который может мне... Который может пояснить за политику. Нет, как обычный человек, я хочу высказаться. Я, может, некоторым покажусь, если кто-то вернется на этот видос, я не знаю, там по тегам, что я выгляжу как какой-то ближайший школьник гиковский, но опять же, я не гик. Я, опять же, кто смотрит мои ролики, я люблю всего по чуть-чуть. Меня на эту хрень натолкнуло вышедший ролик, недавно ролик Ильи Будина с канала Кинокритика. Я уже рассказывал свое мнение по поводу Ильи Будина. Мне кажется, он в большинстве своем реально не объективен. Но опять-таки, это мое мнение, у него есть годные обзоры, но в большинстве своем он, наверное, обращает внимание на какие-то минусы и подчисляет их к недостаткам. Ну, мелкие минусы. Так вот, я наткнулся на ролик. Я не призываю, это не призыв там что-то дизлайкать кому-то, а я за собственное мышление людей. Я наткнулся на этот ролик. Называется, типа, «Майор Громченый доктор. Обзор фильма». Там, типа, и, например, «Качественная пропаганда». Я такой кликнул, посмотрел там сколько, 40-304 минуты, я уже не помню сколько, ну, где-то чуть больше полчаса. А я посмотрел, и у меня вопрос, а где обзор на сам фильм? То есть, я хочу посмотреть обзор фильма, раз там написано, что это обзор фильма. Нет, там есть что-то про фильм, но опять-таки, как в случае с видосом канала «Беседа с Александром», там про сам фильм уделено слишком мало времени. Там был этот ролик, я сразу хочу сказать, я этот ролик никак не засираю Илья Бунина. Этот ролик хорош, но только как расследование. Как расследование там все неплохо. Как обзор на фильм, извиняюсь, это хрень полная. Как расследование неплохо. Опять-таки, не знаю, ну, может это чисто ради кликбейта было. Потом я, я, конечно, посмотрел ролик, мне он, как расследование, показывался неплохим. Опять же, ну, как обзор фильма хрени. Потом я заглянул в комменты, и, блядь, лучше бы я не заглядывал. Вот, серьезно, там такой, блядь, петушатник политический, неполитический. Серьезно. Я, там, конечно, куча, больше, куча комментариев. Там, о, классный обзор фильма, не пойду на это говно, не буду это поддерживать. И так далее. Там еще про Стаса были комментарии. О, Стас будет бомбить, блин. Я бы хотел, кстати, посмотреть, как Стас будет бомбить на Бунина. Было бы ржачно посмотреть. И там, ты в быткомедии на отнимаешь хлеб. Да и в быткомедии, по-моему, не собирался обзор на эту фигню делать. Я хочу поговорить отдельно про пропаганду о фильме. Я уже говорил в своих роликах неоднократно, что в этом фильме есть, возможно, какая-то, ну, там есть политика, но она, опять-таки, является частью сюжета, и без нее история была бы не такой. Она была бы в оригинальном комиксе, ее решили перенести сюда, с изменениями, возможно, или нет. Там белую ленточку брали, допустим. Что еще хотел сказать? Там есть политика, возможно, есть пропаганда, но, опять-таки, либо она подана как-то криво и неработающее, или, либо она там подана, но это, мне кажется, офигительно поданная пропаганда, вот. Все критикуют этот фильм, что он, типа, ну, какой-то пропутинский, проплаченный и так далее, а там, что Габрилианов замешан. Ну, блин, ну, чуваки, я уже об этом говорил, что Габрилианов только начинал свой издательский дом Bubble Comics на бабке своего батя. Дальше он, конечно, начал зарабатывать уже на комиксах более-менее. Он хоть эти бабки хоть на что-то более-менее нормальное для России потратил. Фильм, опять же, там в конце было по Арама Габрилианова сказано, но, блин, фильм хоть и не снимался без поддержки Фонда кино и Минкульта, но, блин, даже фильм, на фильм хоть даже если хоть и выделили, выделили, там, государственные деньги, то они, мне кажется, были потрачены не зря. По крайней мере, к визуалу мне придираться не хочется абсолютно. Просто надо отличать отца от его сына. Да, мне Арам Габрилианов не нравится. Мне он давно-давно не нравился, как человек, который там, как пропагандос. Мне Арам Габрилианов не нравится. Артём Габрилианов, может, мне тоже в своё время вызывал какие-то претензии к нему, какие-то сомнения, но... То, что он решил вкладываться в российские комиксы, пускай хоть какие-то, что-то годное творить для страны и снимать, и делать полноценную киновселенную по комиксам, это, я считаю, неплохо. Энна, я пересчитаю, что если даже бабки были выделены, я, может, буду много повторяться, сорянно. Я просто высказываю то, что у меня в голове вот здесь. Хоть бабки и были выделены государством, возможно, но они потрачены не зря, я считаю. Вот, на мой взгляд, не зря они выделили. Что ещё хотелось сказать? Многие ещё написали в комментах, что для них Чумной Доктор положительный персонаж, а Игорь Гром отрицательный. Но это, опять же, мне в фильме... В фильме я согласен, там есть какие-то, не знаю, возможно, подмены понятий, там, добро и зло. Но, опять же, мне кажется, что главный посыл фильма не в политике и не в пропаганде, а в том, что, ну, типа, самосуд ни к чему не приводит. Ну, просто такая типичная банальная мысль. Ничего плохого, ничего оригинального, ну, и... Ну, просто нормально, просто сойдёт. Говорят, что фильм удасткий, проплаченный, блядь. Ну, выгиб лайф, может, бабки на это, ну, блин, ну... Да, возможно, там... Наверное, ну, будет чисто притяну за уши, там, политику. Некоторый что-то там высказал неправильное. Я смотрел, опять же, вчера, недавно видос, когда он вышел. Можно сказать, практически сейчас его посмотрел уже. Там, наверное, ну, что-то, там, наверное, политика притянута за уши. Я понимаю, что в случае с этим... Вот есть просто такая известная фраза, что если человеку не говорит, что в каком-то фильме или ещё по другому фест-сериале и другому продукте массовой культуры, если этому человеку говорить, что есть... Если ему не говорить, что в этом фильме нет политики, то он её не увидит. Или там говорить, что если в фильме есть политика, то он её обязательно увидит. Я понимаю, что это... Эти фразы, они с этим фильмом... С этим фильмом в этом случае не работают. Что в фильме прослеживается параллель с нашей реальностью, но только параллель. Просто оригинальный комикс, оригинальная арка «Майор Громочумной доктор» вышла в 2К-12 году. Задолго до всей вот этой шумихи с Навальным и так далее. Там и в нём и поднимались эти темы ещё до этого фильма. Так что я не понимаю претензий этих комментаторов, которые это пишут абсолютно. Опять же, я не присылаю там... Я просто хочу ещё заранее сказать, не надо там... Я не призываю дизить подобные видосы Лунина. Это их мнение. Или уж тем более спорить с чуваками, которые там пишут, что фильм равно. Мне кажется, некоторые люди, они хоть согласны большинству людей, просто согласны, что это неплохое расследование, а не обзор фильма. Просто ещё есть люди, так называемые хомячки, блин, которые просто хавают, что им дают, и у них нет своего собственного мнения. Опять же, хомячки не оскорбление. Я сам считаю себя хомячком. Какого-либо. Чего-то либо. Так что, может, не описать всё, что хотите. Постоянно бывает... Рена, что в случае с фанатами комиксов, фильмов и так далее, что с такими чуваками, которые говорят, о, фильм говно чистый из-за пропаганды, вот они реально... Ну, они оба неправы. Они все хомячки. Они все лично для меня хомячки. Что гики, которые, блядь, фанатичные гики и фанаты бабу, которые спорят, что... с пропагандосами, блин. Отец, в свою очередь, отстаивал, не знаю, свою и свою точку зрения. Ну, для меня они оба хомячки. Если это адекватное, вот просто не надо ругаться с такими людьми в комментариях просто. И уж тем более, если... Ну, если они какие-то неадекватные, то смысл им что-то доказывать, если они будут настаивать на своём чём-то. Опять же, в фильме есть параллель с нашей реальностью. Но это только параллель. Я же повторяюсь, оригинальный комикс в 2К-12 вышел. И почему люди его не критикуют за эту же хрень? Почему его критикуют за то, что происходит сейчас? Я понимаю, что Россия такая страна, что везде были такие ситуации и так далее. Просто, например, что на Западе, что в советском кино, на мой взгляд, тоже была пропаганда чего-либо. Например, в фильмах Марвел в первом Капитане Америки. Отчасти можно заметить, что там патриотизм как-то, возможно... Там, опять же, патриотизм, на мой взгляд, высмеивается, но, может, кто-то и заметит, что как-то выводится абсолютно нет. Но в фильмах Марвел тоже есть какая-нибудь пропаганда. Что, типа, есть такие люди, которые, там, Халк, железный человек, там, со своим суперкостюмом, молот Тора и так далее. Это тоже отчасти пропаганда. То есть во всех фильмах есть какая-то пропаганда, чего-то либо не политики или чего-то еще. На Западе с этим более-менее нормально. Просто это в России как-то это слишком остро воспринимают. Но без этого фильм... Ну, без этого не так бы было, я считаю. Без этого фильм был бы не таким. Вот, реально, в комментах было здесь мало людей. Там был один чувак, реально, я его прям пролайкал везде и сказал, что он соглас... Я согласен. Как сказал бы Тони Старк, буквально снял с языка. Там, реально, мало людей, которые пытаются что-то адекватно высказать. Это, реально, это как искать непереваренные зерна кукурузы в куче дерьма. Вот, серьезно. Почему... Ну, реально... Почему, когда... Почему, когда все говорят про этот фильм только плохо, это нормально. Когда все говорят, что это более-менее про этот фильм, ну, просто написал человек, мне фильм понравился, и он на него сходил. Вот, например, я видел отзыв человека на кинопоиске... Нет, не на кинопоиске, пишу-пишу, в комменте... Не говорите, что я не проговорился, что он ходил со своей дочкой, со своим сыном, по-моему, да, со своим сыном, два раза ему фильм понравился. То есть, фильм 12+. Я не знаю, ну... Я понимаю, что в 12 лет у ребенка есть свои мозги, но как-то осознанно критически мыслить он еще не может, на мой взгляд. Поэтому мне кажется, что, ну, 12-летний ребенок какой-нибудь, или уж тем более подросток, у готового мозга еще не ставит на место, мне кажется, он навряд ли после просмотра фильма пойдет на митинги. Ну, блин, реально. Я как посмотрел этот фильм и с позиции обычного человека я там реально... Я там хоть и увидел, я увидел там только параллель. Я самой пропаганды не увидел от слова совсем, от слова кобздец. Я там не увидел абсолютно никакой пропаганды. Может, она какая-то зауалированная была и так далее. Но просто нужно еще понять, не факт, что это альтернативная реальность еще в этом плане. И так далее. Ну, реально, стоит какому-нибудь комментатору написать, что ему фильм понравился и так далее, что на него стоит сходить, и этого человека тут же заклемят там громоботом, баблоботом, там проплаченной шарфкой, дешевкой, извиняюсь за отсылку, там, я не знаю, еще кем-то. Там хуй сусом без собственного мнения, гиком, бенефициаром и так далее. Я считаю, это немного неправильно, ну, вообще неправильно так делать. Просто как может отдельный фильм МГЧД просто нормальный, как старт, но его стоит просто поддержать именно как старт. Возможно, опять же, как фильм отдельный, он смотрится не очень. Но как старт стоит поддержать. Ну, блин, ну, чуваки, ну, не надо оценивать. Это только один фильм. Опять-таки. Возможно, и люди станут покупать комиксы бабл чаще. Опять-таки. Очень интересно посмотреть на реакцию Стаса, мне реально хочется посмотреть, как у него бомбанет, потому что мнение Стаса, хоть он их нахваливает этот фильм, я тоже переоценивать этот фильм, как-то отлизывать его не надо, я считаю. Ну, хотя Стас, опять же, признался, что не кинокритик, так что я его, опять же, с позиции обычного человека, понимаю. Просто вот еще есть, я могу вот привести контраргумент, не знаю, какой он или нет, в то, что этот фильм там проплаченный, там государством, там, Life News, хотя, опять-таки, там, деньги, я считаю, не зря потрачены, во всяком случае, там, на спецэффекты, костюмы и так далее. Я могу привести аргумент для этих людей, вот, аннулировать, так сказать, все, что было сказано ранее подобными людьми. Во-первых, так было в комиксе, а во-вторых, опять же, в этом самом комиксе это одна арка, то есть, не только в серии Майор Грома, Игорь Грома и так далее, но и во всех комиксах Баббл, то есть, это реально одна арка, не только из Майор Грома и всей серии серии комиксов Баббл, где поднимается подобная тема протестов. Вот единственная. Ну не надо, блин, обсирать, ну блин, ну поддержите вы на фильм. Я понимаю, что он уже, возможно, провалится, это очень обидно. Иди сюда, соберет ли он еще где или нет, на Западе, или где-то еще. Ну, постоянно обидно. Я в этом ролике постарался опять-таки не говорить что-то о каких-то клише, а клише я уже высказался. Типа, клише есть в любом фильме. Почему мы не можем опять-таки простить это российскому фильму, если о ней мы прощаем это голливудским картинам? И вот просто еще задам вопрос. Ладно, перед тем, как задать вопрос, скажу. Люди недавно утренны. Мне, я понимаю, что этот флешмоб с хэштегом поддержить моего грома, хоть я тоже форшу этот хэштег, но я уже на него реально не надеюсь, я тупо по привычке это делаю, на мой взгляд, на свой. Неверенно везде этот хэштег распространяют. Там в Москве купили, по-моему, закупали там билеты на места своим друзьям, там билборды, блин, купили там с отзывами о фильме. Называется, называется PewDiePie соснет со своим противостоянием с T-сирисом. Извиняюсь, отошел. Фильм реально стоит поддержать именно как начало, может не как полноценный фильм, просто как начало. Там пропаганда присутствует, ну вот эта хрень скользкая, блин. не знаю, вот я так и знал, что бабовцы попадутся на эту тему. Я вот этого и боялся. Не знаю, накаркал ли, не накаркал ли. Что я хотел сказать. В фильме, возможно, есть какая-то пропаганда, но, блядь, так было, опять же, в комиксе, и эта, опять же, пропаганда подана как-то либо криво и коряво, либо либо ты ее просто не замечаешь. Нет, замечаешь, но после просмотра лично я, хоть и остался такой осадок, что типа там порвались нашей реальности, но от этого на митинге мне лично не захотелось пойти, вот вообще не захотелось. Постоянно фильм может я, я уже я говорил, что я буду повторяться, фильм не стоит, возможно, воспринимать как по фильм какой-то отдельный, но его стоит поддержать просто как начало киновсерины, как начало сериала, но это как у КВМ, КВМ тоже, КВМ это тоже по сути сериал, где это еще я сейчас не буду трогать там Сокола и Зимнего Солдата и так далее, подобный сериал, Ванда Вижн, Локи и так далее, вот именно фильмы брать это тоже может сказать сериал, там бывают сольники, а кроссоперы там просто объединиваются персонажи, просто чтобы победить ворга, с которым они не способны справиться по одиночке, на мой взгляд. Это тоже киновселенная баба это тоже по сути можно сказать будет сериал, просто как Майор Грома, как сериал сериала можно я понимаю, что другие экранизации баба еще не вышли, я не знаю, выйдут ли в будущем, я не знаю, но как начало сериала этот фильм неплохой, может как отдельный фильм не очень, но как начало киновселенной неплохо, просто вот опять задаю вопрос тем людям, не знаю, кто наткнется на этот видос по тегу, ответит мне на него просто только отвечайте, если наткнете, желательно без угоня, хорошо, я буду, мне будет приятно почитать лошадь, мнение, я высказываю свое, хорошо, мы квиды, почему, если фильм, на их взгляд, этих людей такой, ну, пропагандовский, такой черный и так далее, почему, что на, я не буду говорить, что на кинопоиске есть купленные лицензии или нет, ну, там 85% положительной критики на этот фильм, так что, ладно, почему, вот вопрос конкретный, почему, если фильм, на их взгляд, такой пронизан пропагандой, хотя, опять-таки, там просто параллель с реальностью и с этим ничего не сделаешь, это еще в 2К12, когда комикс, только самые первые, самые два первых тома вышла, почему, если фильм такой, весь насквозь пропитан пропагандой, почему тогда Хэнт с ним, с блогерами, почему, ладно, блогеры, это тоже люди, почему большинство блогеров, обычных людей, даже не гиков, фанатов, обычных людей хвалят этот фильм, по всякому случаю, говорят о плюсах и минусах, может о своих, но все же о плюсах и минусах, может не объективных, почему люди запустили этот хэштег, много людей, почему люди дизят видосы, где высказываются по этому фильму какие-то хрень, это опять же, к видосу беседы с Александром, и он бы про бенефицаров трындел, блин, да это нафиг, никому не интересно, вы просто закройте глаза на фильм, но это неиспешно, это просто поролеть с нашей реальностью, поймите, возможно, какая-то неопределенная пропаганда в этом фильме есть, господи, у меня реально бомбит, почему нашему российскому кино никак не может выпасть нормальный шанс, не без собой же какого-то экранизировать, или экслибриум, красную фуру, и так далее, там нужен более, гораздо такой, большой бюджет, там нужны спецэффекты, компьютерную графику, и так далее, там западный каст, если мы берем красную фуру из союзников, Майор Гром просто такая, ну, самая реалистичная история в том плане, что там не нужно от чего-то заморачиваться, ну, не, ну, там есть графика в фильме, там дизайн птицы, одна из личностей Разумовского, и так далее, но, блин, мне мне нехеренно жаль, жалко, наверное, почему тогда многие люди поддерживают этот фильм, вот реально, проблема даже, вот реально, а эти, блять, долбые, и порадуются, что фильм провалится, блин, говно провалилось, и похуй, что дело даже не в том, что людям неинтересно, но этот фильм просто, этот фильм попал, во-первых, опять же, его бутербродом зажал Годзилла против Конга и экранизация МК, а во-вторых, просто, бабовцы выстрелили себе в ногу, иначе, рассчитывались, почему-то, на фанатов, это, опять же, я говорю, какие-то двойные стандарты, мы делаем фильм, первый российский кинокомикс на голливудском уровне, и хотим, чтобы на него сходило максимальное количество людей, но при этом, рассчитываем только на фанатов, которые шарят за, шарят за нашу вселенную, и так далее, ну, создать хайп на пустом месте, не, ну, если вы хотите раскрутить свой фильм, бабовцы, то реально, будьте добры, в будущем, делать рекламу, сейчас реклама, мне кажется, уже не поможет, потому что фильм, по сути, уже, извиняюсь, в общем, что хочу сказать по итогу, в фильме есть, есть параллель с нашей реальностью, есть, возможно, какая-то, агитка, ну, ладно, не агитка, ну, блядь, ну, мне нечего сказать, это просто параллель с нашей реальностью, с этим ничего не сделаешь, к тому же, это альтернативная версия, да, там, опять же, как-то странно подано, подан главный герой, главный злодей, то, что, опять же, ты, ты чумного доктора больше сопереживаешь, и он тебя вызывает больше каких-то зрительских симпатий, чем Игорь Гром, не, ну, там есть несостыковки, там, с понятиями, подменами понятий добра и зла, и так далее, но фильм, ну, блин, но фильм реально годный, нормальный, как минимум, нормальный, как минимум, реально, 8 из 10 или 7 из 10, я бы ему реально оставил, как начал киновсерина, это реально может быть неплохой фильм, если люди его реально поддержат, просто я опять же знаю людей, которые, объективных людей, может быть, гиков, у меня они, друзья, знакомые, которые говорят об этом фильме нормальный, там, говорят о плюсах и минусах, им абсолютно до лампочки, до этих пропагандосов, которые что-то говорят про этот фильм, ну, я посмотрел этот фильм, я на нем увидел только параллель с нашей реальностью, пропаганды я там не увидел, но опять же, мне не захотелось выйти на митинги, куда-то там укремляли, еще что-то там, не знаю, может тупые люди увидят пропаганду, и захотят выйти на митинги, адекватный человек, мне кажется, не увидит, ну блин, неужели у нас народ такое быдло, или просто продажные люди, я не верю, что просто, в общем, ладно, в фильме есть параллель с реальностью, в итоге я уже буду заканчивать, в фильме есть параллель с нашей реальностью, возможно, есть какие-то странные детали, но опять-таки, фильм при просмотре это не портит, он и не претендует на что-то масштабное, это просто качественный российский кинокомикс, качественный российский боевик, киноатракцион, нормальный, во всяком случае, просто нормальный, просто тут видны задатки, неплохой киновселенной, возможно, авторы бабловцы будут эти же самые задатки как-то развивать, в будущем, если найдутся бабки, или фильм соберут, я не знаю, должно ли на какое-то чудо произойти, чтобы люди опомнились, но мне кажется, ну, блять, ну это, это не волшебный мюзикл, это реальность, тут, мне кажется, я на фильм не соберут, ну пиздец, ну бабловцы, надо же было так, сука, на такой мелочи споткнуться, в общем, на фильм я уже не знаю, сходить или не сходить, это уже ваше мнение, поможет ли этот хэштег или нет, но просто знайте, там есть, поролеть с нашей реальностью, это альтернативный мир, альтернативный Питер, во всяком случае, потому что в Би Собой, я там альтернативную Москву, во всяком случае, в комиксах не видел, и эти темы все, третьих, освещались еще до этого, так что что-то предъявляйте, предъявляйте за это все комиксу, не надо фильм что-то, а второе, просто это экранизирование, не надо это, к этому что-то предъявлять такое, в фильме есть политика, но без нее фильм, мы бы не таким, это часть сюжета, это часть сюжета, просто не было бы политики, не было бы чумного доктора, не было бы чумного доктора, не было бы главного злодея, не было бы главного злодея, ни с кем было бы драться, ну короче, вы поняли, не было бы фильма, короче, все, в итоге просто, я с вами прощаюсь, как начало, киновселенный стоит поддержать, есть параллели с нашей реальностью, есть какая-то политика, какая-то неосознанная, возможно, бабовцы ее нечаянно вложили, но опять-таки, Артем хоть и взял бабки-бати, Но потратил их на что-то нормальное Если фильм снимали по госзаказу И так далее, то почему они Шесть лет или четыре года Я уже не помню, искали инвесторов Зачем они парились Тогда над костюмами Съемками и так далее Могли бы просто Могли бы же люди, если бы сделали какую-то дешевую хрень Люди бы схавали, как фильм о Крым Ну, точнее, не схавали фильм о Крым И так далее В общем, я с вами прощаюсь Не знаю, что поменяется Не знаю, кто наткнется на этот видос по тегам Нет таких людей действительно же Которые реально видят в этом фильме Прямую пропаганду В этом фильме, реально, может есть пропаганда Но опять-таки, это просто парались с нашей реальностью И эти темы освещались давно Но это просто эстетика нашей страны, я считаю В общем Я буду с вами прощаться С вами был Матвей Нолныем Всем пока